Всем привет, я Дмитрий Рогачёв, добро пожаловать на мой канал, сегодня мы с вами продолжаем прогулку по третьему московскому центральному диаметру и смотрим на платформу Малина. Сначала мне казалось, что Малина одно из самых странных мест на ленинградском направлении, сейчас она напоминает старую найти до создания пересадки, вроде бы в порядке, но ценность стремится к нулю и перспективы развития тоже есть, не такие как пересадка на МЦК, но всё же хорошие, стоит только захотеть. Для начала, где мы находимся? Малина, окраина Зеленограда, города в составе Москвы, оторванного от Москвы. В своих видео о перспективах Алабушева и будущем Крюкова я упоминал про город, повторюсь и сейчас для новых зрителей. Когда-то Зеленоград должен был стать уникальным городом, идеальным в СССР, но что-то пошло не так. Старая часть утопает в зелени и имеет недостаточное развитие промзон, а новая – классический район Москвы, продолжающий застраиваться. Жители и той, и другой частей города штурмуют 400-е автобусы в основную Москву и мечтают о развитии электричек. Платформа Малина была построена в 1964 году. Сейчас это первая платформа ленинградского направления от вокзала, где не только нет турникетов, но и касса работает не круглый год. И это при соседней станции Крюкова, страдающей от перегрузки. Здесь же тишина и спокойствие. Малина даже в чём-то повторяет город Зеленоград. С одной стороны старая часть, старый асфальт с заляпанной краской, старая платформа, с другой стороны всё новое. Платформа на Москву была построена заново при строительстве четвёртого главного пути. Скоростные пути проходят посередине, но всё равно на платформах есть дополнительные металлические заборы. Это особенность направления. Подавалось это как безопасность во время прохождения высокоскоростных поездов, а на деле просто используется пассажирами для опоры пятой точки или под спину. Не будь здесь четырёх путей и не пролетая здесь стаи сапсанов и ласточек, была бы обычная остановка, но даже не все зеленоградцы знают, что тут могла быть ещё одна эстакада, соединяющая обе части города. А может и будет. История немного запутанная. Город застраивался микрорайонами, а нумерация домов состояла из номера района и номера дома в районе. Адреса были ещё веселее. Москва, город Зеленоград, корпус 1234, например. Это значит 12 микрорайон, 34 дом. А едешь к нему по проектируемому проезду с поворотом на другой проектируемый проезд. И только потом улицы стали получать названия. Георгиевский проспект появился лишь в 2013 году, но уже сейчас по карте разорван на две части. Большая часть в новом городе, но маленький кусочек расположен в старом городе в южной промзоне. Такой маленький недоразвитый кусок дороги от кольца с солнечной аллеей и центральным проспектом. Ранее уже были планы соединить это истокады через Малина. Такие же планы озвучивались повторно, но сейчас отложены на потом. Именно это может стать реальным спасением для Зеленограда и можно обойтись без серьёзных жертв. Конечно же самый простой вариант построить огромную истокаду, вложить кучу денег, вырубить кучу леса и сказать мы построили супер мост. И сделать аналог станции Крюково, где транспорт идёт либо на истокаду, либо на станцию. Для того, чтобы не повторять ошибки, можно построить истокаду на расстоянии от Малина, в районе промзоны со стороны нового города и железнодорожной улицы старого города. К платформе Малина истокада уже давно опустится на уровень земли, а дальше дорога может пройти по просеке, которую сейчас занимает ЛЭП. Здесь можно либо закопать часть ЛЭП, либо построить дорогу параллельно ей. Таким образом минимизируется вырубка леса и появляется новое соединение, которое позволяет иметь общественный транспорт, для которого платформа Малина станет промежуточной остановкой. А на месте нынешнего разворота сделать конечную для других маршрутов. Теперь давайте посмотрим на сами маршруты. Сейчас сюда подходит только 21 автобус. Его можно продлить через сосновую аллею на восток. Другой маршрут может появиться на основе небольшого 14-го. Его продливаем через эстакаду в Малина и куда-нибудь через Центральный проспект до Северной, например. Это можно организовать со снятием автобусов с какого-нибудь из других маршрутов, ведь их там целых 12. Также я раньше озвучивал идею создания маршрута от Алабушева через проспект Генерала Алексеева и Центральный проспект до Малина на основе какого-нибудь другого маршрута. Конечно, я не местный житель, но варианты выглядят интересными. Возможно, мои идеи и не особо перспективны, пусть это оценивают специалисты. На местности мне это показалось реальным. Эстакады Москва строить умеет, комфорт для жителей появляется, станция развивается, а 403 автобусы разгружаются. Не забывайте писать в комментариях, согласны вы с моим мнением или нет, ну а я отправляюсь снимать следующее видео. До новых встреч, пока!